Новая версия Вантуса. Вот японские технологии, до чего дошли. Блин, так круто. Помпа и шланг. Прости, не все, короче. Мы сейчас находимся в супермаркете. Он слегка деревенский. То есть он не находится в черте именно густонаселенного района, а он немножко на отшибе. Смотри, как мороз и снег разогнал людей. В супермаркете вообще практически никого нет. Причем, почти не души. А время только 9 часов, между прочим. Рис какая-то хрень. Винишко. Большие бутылки для больших пациентов. Полито, все засыпалось снегом полностью. Я даже боюсь представить, какая там глубина. Наверное, где-то метр глубины. Ну, метр-то, наверное, нет, но сантиметров 50 такое ощущение. Обычно здесь сажают пшеницу. Да, кстати, ребята, сегодня произошло со мной такое небольшое событие. Мне написала одна моя старая знакомая, с которой я не разговаривал, наверное, уже год 4, как минимум. Это Олеся. Она была в самых первых моих видео и рассказывала про институт. Девушка учится в аспирантуре. Она захотела дать мне интервью на тему своего развода с японцем и на тему уязвимости положения иностранца во время развода и бесправности этого иностранца. И вот мне как-то даже заинтересовала наверняка какая-то душесчипательная история. Если вам такая тема интересна, то пишите обязательно в комментах и возьму у нее интервью обязательно. Можете даже задать вопросы в комментариях, какие бы вы хотели задать человеку, который прошел тяжелый бракоразводный процесс с японским мужиком. Вот, смотри, как снег лежит. Я явно заблуждался насчет того, что он стает через 2 дня. Что-то он совсем не хочет таять. И деваться ему некуда. Я думаю, он тогда еще неделю будет лежать, пока не потеплеет. Несмотря на то, что вокруг полно снега, на велосипеде ездить все же получается. Нужно только объезжать островки льда, которые лежат там, где дорога была закрыта тенью. Там же, где солнце, все отлично. Разве что иногда бывает много лучшей отстаившей воды. И на рюкзак грязные брызги летят. В остальном же нормально, смотри. Во, отлично. Можно ехать на велосипеде даже на таком кроссовом, как мой. Но, надеюсь, я не сглажу, и все нормально будет. Те 5 километров, которые мне нужно сегодня проехать, я проеду. Во всем просто виноват холод. Потому что обычно, когда выпадает снег, на следующий день температура уже возвращается в норму. И снова плюс 10 градусов в днем. Сейчас же плюс 3 градуса всего лишь днем. Но все равно довольно тепло. Мороза какого-то не ощущается, конечно. Только ночью немного подмораживает. Погодка отличная. Каждый день солнце. Да, ребят, сейчас я направляюсь в экономический университет, где как раз учится моя знакомая Олеся. Расскажет мне о тягостях своей жизни японской. Я уверен, что будет очень занимательная беседа с ней. Потому что девушка, она весьма специфичная со своим особым взглядом на Японию и на японцев. И вообще на все, что происходит в Японии. Насколько я помню, во всяком случае. Вот и черный снег, всем знакомый. Я-то думал, в Японии не бывает черного снега. А видишь, оказывается есть, сколько в наших стран много общего, да? Когда идешь по таким заснеженным улицам, и навстречу тебе идут целые толпы школьниц в коротеньких юбочках, прям очень коротеньких, сразу вспоминаются картинки из интернета, которые я смотрел еще ли 10-15 назад, как раз про японскую зиму. И там были эти школьницы в коротких юбках зимой. А сейчас идешь по улице, и прямо эти картинки перед глазами встают. Еще эти школьницы не стесняются делать комплименты. И когда я прохожу мимо, где-то, наверное, каждая четвертая или пятая школьница говорит «Ики-мен, ики-мен». Это значит, типа, симпатичный, красавчик. То есть совершенно не стесняются. Ну, конечно, если они идут в компании. Если по одной-то, конечно, ни одна школьница на такое никогда не решится. Далеко, конечно, эти университеты находятся от станций. Два километра, даже больше, практически уже пешком идут. Пустынные улицы, кладбище с одной стороны, частные дома с другой. Какое же яркое солнце. Еще оно отражается в снегу, без очков невозможно находиться. Что еще хотел сказать по поводу последних новостей. Сейчас все внимание приковано к снегопаду, к заснеженным улицам. Но на днях произошло тоже довольно серьезное событие. Это извержение вулкана в префектуре Гунма, в Кусацию, где расположен известный горящий источник и горнолыжный курорт. Я там бываю периодически, мне там очень нравится. А там, оказывается, вулкан проснулся. Погиб один человек, его камнем долбануло по голове. Ну что, я приехал к универу, мы хотели пойти поесть в столовую, а нас сюда не пустили, прикинь. Потому что, оказывается, сейчас там идут экзамены, и во время экзаменов запрещено входить в университет. Насколько там? Две недели вход запрещен? Здесь две недели, у нас в университете шесть месяцев. Да, две недели идут экзамены, и во время этих двух недель вообще сражайшая пропускная система. Не зайти, не выйти, только по приглашению, бред какой-то. И все это делается ради того, чтобы защитить экзамены от неправомерных абитуриентов, от неправомерных поступков абитуриентов. То есть, они боятся, что кто-то вынесет билеты и продаст их, наверное, да, или даст тем поступающим. Как-то странно, вообще непонятно, как это работает система, честно говоря. А умный человек в практику свою жизнь пускает дозированно. А, то есть надо больше... Только идиот пускает все подряд в себя и превращается в помойку. То есть нужно больше про теории, да, в себя впустить? Не теории, а много случаев. Случаев для рассмотрения, для анализа. Вот ты сейчас мне сказала, что нельзя ставить порнуху в комбине. Но это была не порнуха, это была легкая какая-то эротика. Обнаженное женское тело без каких-то серьезных. Олеся мне показала журналы, на которые, кстати, я раньше никогда внимания вообще не обращал. Впервые их увидел. Она сразу нашла мне журнал с порнушкой. Ну, как порнушка. То есть там просто были обнаженные японки. Да, короче, она считает, что эротический журнал – это начало конца. Ну, а детишки как здороваются на улице, а? Красота. Приятливый. Причем здороваются по-японски, это же самое главное. И это очень радует, что они не пытаются тебе сказать «хеллоу, хеллоу». Я могу рассказать, с чем это может быть связано. Как ты говоришь, просто порно-журнал, ничего вредного. На самом деле, как это работает в отношении доступности, да, вот этих журналов, с чего все начинается. Первый шаг. То есть ты можешь в любое время туда зайти и к этому прикоснуться. Да? Я не говорю про вот эти все дайжеты, которые у тебя в руках. Ты можешь закачать порно-журналы, как это делал кое-кому. Ну, вот, они у тебя будут всегда в твоей доступности. Ты можешь, гуляя с собачкой, пойти на них посмотреть. Следующий шаг. Ты знаешь, что они все ездят в альфонсах командировки. Ты когда-нибудь останавливался в бизнес-отелях? Да, конечно. В бизнес-отелях. И что тебя больше всего там удивило? Удивило? Да. А что может уйти бизнес-отелях? Ты намекаешь на это, на порнуху за тысячу лет? Да. Начинается эта порнуха, это раз. Что меня удивило в Киото. То есть я приехала в замечательный Киото, я приехала в Киотский университет поработать. Посмотреть, да, там материал. Остановилась в центре, в приличном отеле. Достаточно дорогом, потому что университет оплачивал это. Вот. Я открываю ящик стола, и у меня что там лежит? У меня лежит каталог вот этих проституток. То есть то, что ты говоришь, порнуха за тысячу лет, видео посмотреть, это отдельная тема. Там есть каталог девочек на вызов, услуг на вызов. И третье, что там лежит, это Библия. То есть все как в приличном, в финском отеле. То есть я жила, когда была в Финляндии, останавливалась в отеле. Там был прекрасный отель, открываешь, там Библия, крестик, хочешь помолился, не хочешь, задвинул шляпчик. Парнушка была там? Нет. В Финляндии этого нет. Что меня удивляет в Японии, то есть они смотрят, что должна вроде быть Библия для белого человека, а для японца, брата, японца и азиата должна быть порнуха. И не просто порнуха, которую ты можешь посмотреть, да, и оттянуться. Следующий шаг от этой порнухи, то есть комбини первый шаг, ты делаешь это, это у тебя в пределах твоей жизненной зоны ежедневного доступа, ежеминутного доступа. Пошел, погулял, ребенка из школы забрал, посмотрел. Следующее, ты поехал, ты поехал в отель, в отеле у тебя доля свободы. Не то, что доля свободы, это там свободы, никто тебя не контролирует. Твоя жена не спит на соседней кровати рядышком, да? Следующее, что у тебя лежит, это уже каталог, то есть ты выбираешь услуги. То есть посмотрел по телеку, зарядился энергией, позитивной. Я взял. А следующий шаг, помолиться, ты явно не будешь молиться, потому что Библия на английском, в переводе евангелистической церкви. Лицемерие совершенное, то есть отношения полов вывернуты наизнанку. Мужчина абсолютно свободен, и все вот эти шажочки, они для тебя уже готовы. Вот эта дорожка, то есть если ты в Европе приехал, в Финляндию, открыл, посмотрел Библию, подумал, какой ты хороший. В телевизоре у тебя ничего нет, кроме приличных новостей, типа BBC канала. У меня, например, я смотрю, когда ты в Европе останавливаешься в гостинице, или я смотрю этот немецкий канал. Подожди, поподробнее про дорожку. Что за дорожка? Дорожка, как бы тебе это объяснить, поведенческая дорожка. Ты можешь туда тут же вступить, она для тебя уже готова, она тебя ждет. В Европе ты приехал этой поведенческой дорожки, да, туда ты можешь вот эти шажки своего грешка пробежать быстренько, и никто тебя не заметит. И тебе не надо думать, куда ты побежишь, какую услугу ты возьмешь, и что ты даже будешь делать в этой постели, потому что ты уже все посмотрел на видео, ты готов. Вот. В Европе этого нет. Это же удобно. В Японии же все делают ради удобства человеческого. Удобство, оно с какой точки зрения удобно? Удобство, раз захотел женщину, вот тебе женщина. Женщину ты не просто захотел, тебя мотивировали к этому. Ты мотивирован, и ты не понимаешь, ты как лох. Ой, ты это нормально, пошел тут порно посмотрел, пока. Ну не все женатые люди-то, командировка. Дело в том, что абсолютное большинство женаты, и процент измен в японском обществе, это не то что 100, это 150 процентов. Мужских именно, или женских? А, извини, японцы, они не изменяют себе с самим собой в отражении зеркала, они изменяют с японками, с реальными женщинами. Ну это же проститутки. Не факт. По вызову девочки, которые... Не факт. А следующий-то шаг, это ты на работе смотришь, ты на работе подыскиваешь себе такой же контент, который подходит тебе по твоему настроению. То есть ты уже запрограммирован, тебя поведенчески мотивировали. Поэтому для того, чтобы, как ты говоришь, все свободно, все для человека. А для какого человека? Ты уже создан этот человек. Ты побежишь по этой дорожке, как лох. Ты побежишь к венерическим заболеваниям. Это был небольшой фрагмент нашего разговора с Олесей. Я выложу полное видео позже. Интервью даже мне показалось довольно противоречивым. Мы с Виктором даже решили, может быть, посмотреть это интервью на стриме и пообсуждать его, сделать какие-то свои комментарии. Если вам такая идея нравится, обязательно поддержите это видео лайком. И мы с вами увидимся в следующем видео завтра.